Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Антон Шоки сообщил, что они с Викой Комиссаровой больше не вместе. Антон показал девушку, которая в его вкусе. Познакомьтесь, это моя одноклассница, ее зовут Юля, ей 20. Никита Кузнецов в своем инстаграме запускает новое шоу «За периметр». Там можно будет узнать самые свежие новости раньше эфира. В недавнем эфире показали, как Вова Гаути сделал предложение Кати Гужвинской. Майя Донцова возмущена подлостью Захара Саленко. В то время, как он говорил Майе о своих чувствах, он одновременно встречался за периметром с другой девушкой. Захар доказал свою гнилую натуру, пишет Майя. Любые взаимоотношения с ним у нас окончены. В недавнем эфире Майя рассказала о сексе с Захаром. Она утверждает, что его хватает ровно на 30 секунд, это в первый раз. По второму кругу, правда, чуть подольше. Недавно по сети расползлись пикантные фото Юлии Ефременковой. Теперь же все желающие могли посмотреть и видео, которое было снято на этой фотосессии. Многие зрители всерьез требуют изгнания Юлии за ворота, особенно после того, как за подобное недавно выгнали Владимира Жигана. Певица Ханна ответила Ольге Бузовой на ее возмущенный комментарий. Как вы помните, Бузова обвинила ее в продажности за то, что она выступила на дне рождения Дмитрия Тарасова и Мила общалась с Настей Костенко. Вот что сказала Ханна журналистам. Не понимаю, зачем вся эта показуха со стороны Оли. Если бы она действительно хотела что-то со мной обсудить, то написала бы лично мне. Недавно Бузова опубликовала пост, в котором дала понять своим подписчикам, что пришла поболеть за свою любимую команду Локомотив. Также она опубликовала фото со стадиона. Оказалось, что Бузовой не было на матче, и она просто взяла чужое фото. Видимо, таким способом она просто хотела лишний раз пощекотать нервы бывшему мужу. Недавно бывшие домовцы приняли участие в модном показе дизайнера Ахматовой. Девушки публикуют фотографии с мероприятия. Это Вика Романец, Даша Пынзарь, Нелли Ермолаева, Элина Камирен и Катя Жужа. Камирен в своем микроблоге пожаловалась на свою тяжелую судьбу. Она не может устроить дочку в детский сад. У Элины, оказывается, нет московской прописки. Она могла бы отдать дочку в частный детский сад, но он стоит баснословных денег. Вопрос, пишет Элина, что делать? Про поликлиники и полисы я молчу, тоже беда. Для приезжих все платно. Несмотря на фото Вики Романец и Антона Гусева со дня рождения Кати Жужи, Вика опровергает, что она помирилась с Антоном. Но Даша Пынзарь слила в сеть компромат на Вику. Даша неосмотрительно поделилась в Инстаграме кадрами, на которых обнимаются Антон и Вика. Теперь у фанатов не осталось сомнений в том, что они на своем расставании просто пиарятся. Бывшая участница Дома 2 Елена Беркова выходит замуж. Избранник Беркова и актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов. Они готовятся к свадьбе, ведущим на которой будет Степан Менщиков. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.